всем привет как и обещал мы на улице свежий воздух тут правда будут звуки деревни кто-то там пилит где-то кто-то может кричать так что не обессудьте давайте посмотрим что у нас сегодня со звуками со звуками окружающей природы что у нас сегодня не только тестим вот этот вот вот этот формат она также замечательные где они у меня тут масла эфирные в общем судя по описанию эвкалипт должен помогать от того что тебя едят комары здесь их уже сейчас как раз они все вылупились и довольно много вот летает товарищ но ты будешь мне есть нет вроде вроде не хочет вроде в общем то нет у него такого сильного настроения так что посмотрим насколько это все работает так где у меня трансляция вы тоже пожалуйста пишите как у вас там все транслируется как сегодня все идет в общем такой эксперимент поэтому по отвечая на вопросы если вот все такими начинают потихоньку есть если будет сильно есть будет невозможно то постепенно свернем это мероприятие так ну что у нас тут давай эфир показывай эфир эх в общем пишите как меня видно как меня слышно ну что давайте я пока начну начну с ваших вопросов почему-то у меня не получается в эфир попасть самого себя посмотреть а нет вот apple по появился до дергается как вчера к сожалению не знаю это связано видимо как-то ноутбук что ли по-другому кодирует ну давайте не будем обращать внимание на мелочи и по сути и по сути значит вы сбросили какое-то количество вопросов я постараюсь на них на все ответить так где там было вот здесь 9 комментариев так значит можете конечно ошибаюсь на некоторые люди начинают высота с высока на окружении смотреть после начала практики отказ от мясной пищи про гордыню как с ней бороться было бы интересно насчет гордыни бороться я скажу что особенно на начальных этапах это очень хорошие подспорье потому что перейти на другой вид питания который ну по крайней мере когда я нас начинал это было вообще в разрез всему что было то есть сейчас гораздо легче к этому или относится но все равно переходить на другой тип питания который не поддерживает твое окружение тоже довольно большой подвиг и не сорваться не поддаться вот этой вот общей истерии это трудно и гордыня здесь помогает то же самое касается практик вот особенно я так как я мужчина мне говорили ну что ты какой-то фигней женской занялся да зачем тебе это йога ну хочешь заниматься иди позанимайся зачем ты бросаешь такую хорошую прибыльную работу ну в общем все в таком духе здесь вот какие-то свои успехи опять же возможность питаться экологично то есть свою заслугу ну почему бы ее не оценить да конечно это часто люди перегибают палки у них из-за этого в том числе начинается конфликт с окружением но нет и делают опять же не потому что хотят показать насколько они крутые а больше все таки из того что хотят дать возможность другим посмотреть на альтернативу у меня кстати был такой интересный пример первой жены была подруга дней вины есть был чем у нее есть подруга с которой они прямо с детского сада там с яселек очень плотно дружили и вот в какой-то момент когда лен занялась уже йогой перешла на вегетарианство подруги у нее общем-то был обычный еще пока взгляд и они даже поссорились я помню как ее подруга прямо не вот так кричала говорила что да понимаешь ли ты стала такой горделивой такая вот все своим питанием это мы такие убогие там мясоеды все в таком духе хотя я наблюдая это это все со стороны видел что гордыни какой-то в лени не было и она не хотела как-то обидеть свою подругу или показать и она причем вообще очень адекватные вещи говорили но ведь мы все может быть не осознаем умом но на подсознании нам все понятно и когда мы видим что кто-то питается экологично то есть в его питание не присутствует убийство вот это вот все реки крови и так далее уходят а мы это все равно продолжаем делать и спонсировать но внутренне как бы у нас есть с этим конфликт хоть мы его можем внешне показывать и вот как раз то вот боль внутренняя этот конфликт он и выражается в протест тех кто не поддерживает и здесь конечно вот у тех кто встал на путь ну когда проснется мудрость и такое глубокое сострадание они найдут и слова и найдут возможности как со своими друзьями общаться но в начале до могут быть определенные перегибы и ссоры но хотя вот примеру лены могу сказать что через некоторое время ее подруга поехала с нами в йога путешествие и вернулась оттуда и вегетарианка и занялась практикой стала преподавателем я помню она потом написал она говорит ты знаешь пока я ела мясо я не могла понять то есть якобы понимала умом но доме не доходило что все-таки это ну живое существо то есть какой-то блок был в голове и вот это вот всем все посты сострадания чем-то еще они проходили мимо и только когда я перестал это есть то есть у меня наконец от блока а раскрылся то есть я теперь позволила на это то есть на убийство на всю эту кровищу смотреть открытыми глазами потому что до этого ну как мы психика человека она же защищает то есть как так то есть ты получается ешь ну бойную пищу пищу пронизанную страданием вот это вот насилием кровью но это вот то что сейчас допустим на войне происходит да это то же самое происходит на более почему гораздо жестче и как бы люди большинство ну как бы это выносят за скобки опять же есть такой классный социальный эксперимент когда в торговом центре стоит дядька который раздает всем сосиски очень вкусные люди подходят пробует о классные сосиски могут вы хотите наших самых свежих сосисок и я могу вам сейчас прямо и сделать и вы как бы пойдете домой довольны они таки да конечно сосиски очень вкусный для он достается живого поросенка погружает в машину там оттуда звуки дикие криков боли да там его нет поросенка никто не издевался просто там так и записаны такие сбойные такие звуки и люди прямо вот который только что ели сосиску которым только что это нравилось которые хотели это купить услышав и увидев процесс сам по-настоящему начинали к бы говорить остановись кто-то начинался бросался к нему с кулаками то есть люди пытались остановить это насилие то есть вот наши как раз вот это вот мнение что ну типа да есть люди вегетарианцы но это их личные проблемы ну как бы есть люди другие да и в этой пищи в ней все нормально на самом деле нет в этой пище ничего нормального нету и вот пока ты ешь эту пищу за у тебя стоит такая стена такой блок он не пробиваем до некоторой степени когда он рухнет тогда вы все увидите тогда будет совершенно так определенное раскаяние тоже внутри настояно станет но это все нормально это этапы духовного пути то есть ничего такого криминального или в этом нету как бы дойдете до этого момента увидите и поймете что там не всегда гордыня иногда действительно желание у показать с другой стороны но не все к сожалению это могут увидеть как мне понравилось сказал илья черт все-таки вегетарианство то что нужно заслужить то есть это определенная действительно но в этой духовная практика и к этому нужно прийти то есть это нельзя там попробовать из моды или потому что там говорят что так правильно это как правило заканчивается возвратом . человек от ума приходит а прийти к этому сердцем но это серьезная духовная работа на это не все способны к сожалению так следующий вроде три комара подлетела попробовали поесть и перестали надеемся так и продолжится ведь слав спрашивает то такие бодхисаттвы они прям живут здесь и создают себя таковыми и понимают каждое действие которое совершает ну как я понимаю я не могу говорить наверняка потому что существует огромное количество различных мнений взглядов но скажем так что я изучил за эти годы а это то что бодхисаттва это определенный путь причем знаете в буддизм так как он укоренился в тибете а тибетцы люди очень сильные от ума то есть ум у них прямо очень сильный и они все любят классифицировать на все весит ярлыки и вот как раз бодхисаттва по сути это такой ярлык в сутре лодца очень правильные вещи говорятся что как бы считается что в буддизме есть три колесницы то есть вот хиная на или тхировада значит махаяна и ваджраяна то есть 1 колесница говорит о том что вы становитесь архатом существом которые все свои ограничения все клеши пережил и карму до некоторой степени и жил потом вот махаяна это путь бодхисаттвы когда человек понимает что просто и жить это не все что в мире есть определенные страдания у других и есть смысл помочь им если ты имеешь такую возможность от этих страданий избавиться то есть это вот путь бодхисаттвы и есть ваджранный путь как в котором нет никаких правил но считается что тот не с ваджранным путем если он оступается то так как по лезвию ножа то есть его может очень легко расчленить и для таких существ как бы есть специальный ваджранный адрес зато ваджранные мастера могут делать абсолютно все и то есть их деяния иногда со стороны кажутся в общем нелогичными жестокими и в принципе ваджранный мастер и как говорится опять же сужется что большинство демонов ну как вот демон не в плане там этот орк с костями с клыками и так далее а это мили х хвостом с крыльями такая красная штука а демон я имею ввиду демоническое сознание когда человек ну допустим какой-нибудь тиран да или как мы там гитлер гитлер о плохой гитлер к бы самом деле если посмотреть на то как происходит к перерождение то вы поймете что гитлером нельзя стать за одну жизнь то есть это просто невозможно то есть гитлер это огромный путь эволюции из жизни в жизнь и смотрите если бы скажем так человек шел путем который бы противоречил мирозданию то карма бы давным-давно его накрыла и он бы никогда не стал тем гитлером который бы вот смог такую большую такое большое движение в мире создать так как это есть это лишь говорит о том что очень сильная великая душа которая пришла дать определенные уроки собственно говоря махабхарата нам об этом же и говорит да ведь кришна по сути был тем кто начал эту войну да но мы же не пугаем кришны детей и вообще как бы в любых спорах не говорим а ты там нацисты гитлер вот на самом деле кришна он был тем кто развязал эту войну по сути он был в ответе за все что там произошло и по хорошему то есть если бы скажем так выиграл другая сторона то как раз кашилка вместо гитлера был бы кришна ну это мы сейчас смотрим здесь вот с этой с этой стороны с этой стороны истории просто по аналогии а если серьезно то бодхисаттва это путь который позволяет наконец-то уже взаимодействовать с миром то есть если мы в кино я не взаимодействуем сами с собой то есть пытаемся свои какие-то проблемы решить то путь бодхисаттва это уже не только внутри да но мы как бы взаимодействует привет ты же вы проверяем все свои теории все свои наработки на практике вот такой путь бодхисаттва когда мы действительно вот там понимаем даст и страдание мы проверяем на самом деле ли мы сострадательные мы понимаем что есть какие-то там светлые стремление мы проверяем насколько в каких то есть даже в каких-то жутких ситуациях останется ли человек человеком то есть это важно то есть для животного получить такой опыт очень важно но то в той же сутро отца говорится хоть и есть как бы три колесницы но это суть одна то есть это на самом деле существует только одна колесница и три это уловка уловка будет для того чтобы помочь человеку опять же что-то структурировать сказать что да ты прошел этот экзамен или ты преодолел первую ступень ты пришел во второй класс так далее то есть это уловка которая просто позволяет ну чуть эффективнее человеку двигаться на самом деле по пути он один ты его начинаешь ты его идешь это то же самое как ты поступаешь школу ты когда заканчиваешь но там делятся говорят что ты первоклашка второклашка а по сути чем отличается да ничем одни знания идут с другими все вот так и здесь то есть бодхисаттва это определенный путь взаимодействия с миром когда ты уже в своих практиках именно переходишь ты выходишь наконец-то из пещеры ты получил все свои чудесные опыты ты выходишь из пещеры и начинаешь уже взаимодействовать с миром по взрослому вот вот тут пашу про бахерсатов опять же на примере жириновского но что сказать любой такой крупной политики вы понимаете опять же политику рознь если мы говорим про жириновского то все-таки это человек который жил идеи то есть это более высокий уровень жизни чего большинства ведь многие они живут накопительством какими-то такими мелочными играми а для человека но важны были какие-то большие крупные величины большая политика отстаивание интересов ну такой огромной страны в общем этом это путь уже не от себя поэтому да можно сказать что действительно это бодхисаттва потому что чтобы быть жириновским опять же нужно проделать длинный путь то есть нужно уметь прямо очень круто работать с энергии но вообще если вы когда-нибудь 9 доберетесь кто-то из вас до большой популярности то вы увидите насколько тяжело это популярность то есть сколько всего прилетает я сегодняшнего дня решил что я ну так как у меня выходные лето лето я не веду каких-то курсов да мне не нужно там серьезно готовится могу просто выйти с вами вот так вот пообщаться и по этой причине у меня больше сил соответственно я могу себе позволить я решил что пока могу себе позволить не редактировать комментарии которые пишут да то есть весь трэш который люди пишут а люди очень часто злобно очень пишут и ведь каждый комментарий он требует внутренней работы определенной то есть чтобы это как-то ну принять понятие когда он тебе каждый день болтается да то есть ты заходишь смотреть статистику и ты видишь там тебя каждый день посылают и это как бы не просто для психики но это когда у тебя там вот ну там десятки тысяч людей да когда у тебя это например миллионы и вот они и тебе точно не менее там десятки таких да не лицеприятных день приходит а кому-то приходит там тысячи десятки тысяч то есть это же и это же все энергии людей и при многие прям с таким жестким негативом а если ты еще какой-то деятельный политик то есть ты прямо твои действия не еще влияю очень серьезно влияют на жизни людей то соответственно но тебе прилетает со всех сторон и чтобы дожить до преклонного возраста трезвыми здраво и памяти но нужно быть очень крутым йогом поэтому да можно сказать что подобные деятели они учим до некоторой степени бадхи садвы так дальше что у нас там я попробую увеличить дозу вроде эвкалипт должен их как-то говорить им друзья уйдите не ехать не ешьте меня не ешьте меня пожалуйста в общем и становится больше но часик то я точно выдержу в общем они меня не съедят за час кстати нет смотрите-ка немного добавил они как-то ретировались ну что поехали дальше в каких случаях возникает привязанность насколько я знаю есть три способа их возникновения это наслаждение чувств различными способами привязку к удовольствию эмоциональный контра контраст который расшатывает дофаминовую систему эмоциональные имущественные вложения в ту или иную сущность ну привязанность возникает когда у вас возникает привязанность то есть вы в каком-то событии или в каком-то действии но имеете какой-то интерес то есть вам становится важен результат вы уже не довольствуетесь того что у вас есть возможность что-то делать вот как сегодня у нас в чате опять же кто хочет увидеть йога среду по-настоящему подписывайтесь на наш телеграм-канал и смотрите о чем люди общаются какие вопросы задают у вас меньше иллюзий будет ну и в общем то вы будете единомышленниками также там есть вариант как то не хочет читать людские мысли то есть отдельный телеграм-канал где я выкладываю только новости то есть вы как раз на любой стрим на все можете попасть сразу потому что у вас телеграм-канал уведомление все понял ли там какая-то новость или еще что-то или там размещая опять какие-то свои небольшие там записи так так вот привязанность ну это все все когда мы пытаемся получить какой-то результат потому что суть творчества она именно в созидании то есть как раз в верхние центры они направлены на творчество на созидание когда мы делаем не ради результата ради самого процесса творения то есть во время творения просто когда что-то делает человек он трансформируется вот я веду скажем так стримы и там курсы свои не просто так то есть это вот особенно курсы преподавательские курсы преподавательские это мое творение то есть я создал этот курс я создал эту программу она имеет определенный результат но фишка не в этом а в том что вот процесс этого творения он позволяет мне расти то есть каждый художник когда он что-то делает что-то творит он растет над собой и вот чтобы не заниматься духовным развитием я провожу различные курсы по йоге вы получаете благо занимаясь получая опыт и я благодаря вам с каждый раз становлюсь чуть на более высокий уровень вот потом вы вырастаете приходите с более серьезными запросами мне приходится опять расти и опять и опять и так вот происходит эволюция то есть само творчество она подразумевает когда такое понимание есть ты да начинаешь смотреть на процесс не то что так мне нужно там не знаю отучить столько-то людей что получить там какой-то данный или что-то еще а ты смотришь как на процесс как вот на дорогу по которой ты идешь и тогда общем-то с привязанностью становится чуть попроще юрий спрашивает вопрос он вы почему-то задавал на преподкурсе мы в принципе разбирали его просветление пробуждения стоит ли они там и разбирали чем отличается просветление от пробуждения и в общем я вам предложил смотреть ребятам в корень слова то есть смотрите просветление это то есть когда у нас где-то была тень мы туда посветили фонариком допустим у нас там просветление все а пробуждение это мы спали то есть мы были в какой-то иллюзии в мае да то есть сон был и мы проснулись но если мы проснулись значит что у нас все освещено точно нас также могут быть темные пятна и для того чтобы все все стало ясно ну должно происходить дальнейшее просветление то есть пробуждение это именно когда наконец какая-то иллюзия спадет допустим про свера пробуждение это когда вы становитесь вегетарианцем осознанно когда вдруг вот вы всю жизнь считали что мясо растет на деревьях и в принципе коровки сами прибегают такие отрезают себе или там свинки от бочков и такие она покушай как прикольно как бы там все ножом по горлу и так далее то есть вам казалось что-то так происходит и тут в какой-то момент вы наконец-то создали что нет что это насилие и это такие же живые существа вот вас наконец-то наступило пробуждение иллюзия спала дальше в этом процессе еще очень-очень много темных пятен к бы что на самом деле как правильно питаться как подбирать рациона одним одной гречкой макаронами сыт не будешь так далее то есть вот это вот будет уже вопросы просветления эту также дает дальше это можно градировать как угодно так что у нас хороший вопрос значит алексей имеет ли смысл погружаться в изучение древних писаний насколько это актуально в условиях современного мира можно ли применять инструменты йоги без досконального знания махабхарты яма рамаян или там сутро стадали дальше идут андрей добавляет а можно ли им в принципе верить ведь будда не был буддистом и не оставил записи иисус не был христианином и там уж слишком удобны все эти книжки для управления человечеством вот что касается писаний это же опыт то есть я никогда не читал писание как инструкцию то есть мной в многих почему возникает конфликт с писанием они смотрят это инструкцию то есть написано там яма не яма нужно жить так там написано в махабхарте пандавы хорошие каура плохие значит короче кришна тоже хороший и в общем ну в общем все такое двойственное да что на самом деле это большая лилу так большая такая игра божественная то есть об этом не все как бы готовы задумываться в любом случае писание это описание того что люди приняли определенную философию модель поведения из этого сформировали получили какой-то опыт и вы смотря на это можете делать свои собственные выводы то есть не вставать на одни и те же грабли это это очень классно мне кажется поэтому я считаю что это это благо иметь возможность пользоваться описаниями это благо по поводу того насколько они все верны действительно скорее всего многие писания которые многие тексты которые приписываются иисусу или будди они таковыми не является это больше позднее размышление может быть даже очень современные размышления это все кучу раз отредактировано но при этом они не становятся в них не становится меньше мудрости потому что во первых писание любое это энергия то есть энергия того и грегора с которым он связан то есть там с будды или сусы хорошие игры во вторых любое писание это же еще и отражение вас то есть когда вы читаете если вы настроились на эту высокую энергию то все лучшее из вас она вы это видите в этих буквах они складываются в слова и складываются в мудрость которая в вас внутри есть то есть эта возможность более глубокую мудрость себе открыть то есть мы не можем прочитать умную книжку стать умнее мы так можем сделать то когда это этот ум или эта мудрость уже внутри нас есть то есть ты хороша та истина которую ты сначала понял а потом прочитал так вот описание это максимально приближенная уже к довольно высокому уровню мудрость тебе остается только настроиться на эту энергию и извлечь ее не из писание а из себя поэтому я считаю что заниматься духовными практиками не интересоваться это все не читать но это лишит себя огромного количества возможностей быстрее пройти путь можно без этого всего миларе поговорил я там прочитал пол книжки и мудрее всех потому что я великий практик но если вы можете как миларе по с утра до вечера сидеть на попе в в пещере но в общем-то или на леднике тогда это возможно расскажите тогда пожалуйста по технику благословения ну опять же вернемся к самому слову то есть благословение то есть благое слово то есть кто-то кому-то что-то желает и тут почему стремились за благословением гуру потому что ну практик серьезный учитель до его слова она имеет вес то есть он не говорит попусту и если что-то произносит то есть его слова они как-то могут сбываться ну или он по крайней мере просто смотрит на мир так что он видит взаимосвязи соответственно не столько он программирует реальность сколько он не увидит более отчетливо то что не видит другие то есть опять же посмотрите на господин жириновского его все предсказания в них нет ничего магического человек который достаточно внимательно смотрит за окружающим миром может вам то же самое сказать я скажу что скажем так и другие деятели не только политики говорили о том о чем говорил он просто так как он занимался непосредственно это геополитикой ему это было очень важно интересно и он опять же был влиятельной яркой личностью он это все выдавал максимально в больших количествах и поэтому там кажется что он все на самом деле но в эти мысли они везде всегда были все всегда об этом знали то есть ничего такого там предсказательного супер нету я вам скажу что даже там госпожа ванга тоже не сказать что уж сильно там много что предсказывала так значит у меня осталось еще посмотреть что там в контакте и затем уже перейдем к вашим вопросам которые в чате ветерок вот если будет вот такой не сильный хороший то есть чтобы у меня камера никуда не улетел и при этом комаров гоняла ваю ваю это было мне пожалуйста продолжает так тихонечко ненавязчиво так значит хорошо как услышать пространство и и себя и понять что ты сейчас на своем месте как пользоваться подсказками вселенной я повторю еще раз для этого важно понять кто ты для этого вот как раз нужна йога то есть когда ты идешь допустим бритвит ты отбрасываешь все наносное и ты находишься сам с собой ты какой-то момент то есть смотришь на себя тем что являешься и у тебя желание что у тебя вылазит на поверхность и когда ты это обнаруживаешь ты понимаешь кто ты когда ты понимаешь что ты то в обычной жизни уже возвращаясь оттуда да ты видишь какие-то свои новые желания или что-то еще ты понимаешь что только что же их не было значит это не совсем я значит это совсем не принадлежит мне приведу пример как-то ко мне приехал друг я у него покупал примочку для для гитары вау вау мы с ним разговорились и он что-то говорит слушай я тут хочу продать свою машину и купить себе новую ну что-то поговорили с ним о машинах я такой окей все купил у него примочку мы с ним поговорили разошлись он уехал я сижу такой а может не машину поменять и прямо такая мысль и такой ну чего бы нет надо сейчас я буквально за полчаса нашел какой-то вариант такого возьму вот это покатаюсь и далее потом такой что-то странно я же вообще по этому поводу не думал надо переспать с этим переспал с утра встал и потом думаю откуда у меня там потому что лёшечка приезжал мне про свою тачку рассказывал который ход про свое желание что он хотел даже не мое желание меня такой мысли не было меня все устраивало как бы я это отследил и понял да это было не мое желание когда это увидел сразу желание растворилось и думаю что за глупость я не собирался машину менять то есть это вот так происходит когда ты научишься понимать себя видеть свои желания то все все что будет на основе приходить ты будешь это отслеживать так хорошо что там еще и все и все эти вопросы мы закончили теперь значит у нас приступим к тому что вы сдаете в чате чтобы нас сегодня летом видимо настало все то есть если нас обычно было там по 100 чем-то человек то сегодня сюда как-то нас там как-то у нас совсем нету 51 ну ну сколько то насколько то так какие практики можете передать по выходу из тела и улучшение тонкого видения по тонком виде я вчера рассказывал что это такое поэтому посмотрите вчерашний стрим по поводу техника выхода из тела то у меня есть видеоблог посвященный этому то есть возьмите посмотрите там так и называется как выйти из тела на моем канале там я подробно рассказываю довольно долго комаров нет да я понимаю ложки нет но иногда они грызут все конечно может этого астрагироваться но знаете иногда легче отогнать чем тратить огромное количество энергии на то чтобы вот эту концентрацию держать что их нет что я могу сказать по поводу гнева невежества и привязанности и там в танце то что вы выделяет еще плюс гордость и зависть но в это качество человека на каком-то этапе не могут помогать как я уже приводил с гордостью начале по примеру на каком-то этапе не могут мешать все зависит не столько от самих качеств то есть эти все качества они но только условно называются негативными как я вчера опять же на стриме говорил допустим определенная грубость человека это еще его решительность то есть бери одно исчезнет другое другой момент что как раз осознанный человек он понимает когда он проявляет какую-то скажу так негативную сторону этого качества до которая бы причиняет боль и страдания окружающими ему самому и он старается этого не проявлять вот тут вопрос именно в осознанности они самих качествах чувствую себя как в клетке в теле чувствую не физической не физической постоянной боли ну что могу сказать вас нет принятия себя у вас конфликт сам самого с собой потому что тело оно не может быть клеткой потому что и душа ваша тоже не является вами у нас много действительно оболочек тел в разных мирах тел бывает больше бывает меньше это все не является нами мы глобально это это все объемлющий все объемлющий абсолют то есть вот мы и мы являемся в том числе и каждым каждым в этом мире и собой это знаете как такой пример что капля вылетев из океана может считать себя отдельной каплей и страдать от этого но капли забывает что она и есть океан вот об этом подумайте тогда может быть вы можете постепенно прийти к себе то есть у вас сейчас если такие ощущения это говорит о том что вы себя не принимаете с этим нужно работать это конечно не один ответ на стриме но в общем с этим тоже можно что сделать верно ли я понимаю что все практики йоги можно свести к пяти способам воздействия там асада все такой вопрос тоже задавали но я вчера вот мне был как раз я рассказывал про практики йоги по поводу можно вы можете взять и классифицировать пятью да кто-то тремя кто-то там шестью это от ума все вещи они не очень-то вам помогать того что вы знаете там 100 ударов как там говорится не бойся того кто знает 100 разных ударов а бойся того кто сто раз тренировал один удар то есть вот что важно это важно то что вы реально применяете то есть то чем вы реально работаете это важно там классификации это все такая вещь от ума она ну как бы она уму интересно но 2 моно ничего не дает то есть того что вы знаете там там 5 клеш там 6 того 7 того короче вы не становитесь не духовнее жизнь вас лишь ваш не становится лучше вас просто мозг распухает больше знаете такой логос ну кто такой логос нет я не знаю кто такой логос нет когда происходит та или иная ситуация как проявить себя ноги чакры никак не появить потому что когда происходит та или иная ситуация значит уже все значит она уже проявляется через какой-то центр а значит центр он ему свойственно формировать реальность то есть если что-то уже произошло значит уже все уже реальность случилось здесь ничего не сделать здесь можно только проанализировать а вот работая с собой поднимая постоянно энергию каждую центру вы можете формировать реальность то есть не постфактум как большинство смотреть что а что-то началось что-то происходит а наоборот вы идете к определенной точке формируете так что приходите и пространство складывается определенным образом то есть вот работа ажной чакры а во время проездка того как события происходит уже сделать нельзя то что уже это и есть проявление к она уже проверить карма появилась все ее только можно воспринять это говорится уже как это называется пей под поздно пить боржоми когда польщики отказали то есть события горит о том что уже все произошло все скоро проявилась теперь на просто ее достойно пережить и сделать выводы верные это лучшее что можно сделать а пытаться ее как раз нейтрализовать еще что-то это лишь запустит еще более суровые процессы и в ночи все конца печальнее чем могло бы заметьте каждый раз когда человек пытается как-либо налюбить систему обмануть ее придумать какой-то способ как бы ему жилось бы получше в итоге его у всех махинаций все заканчивается всегда печальнее потому что человек не понимает ситуацию то есть первый шаг в любой в любой как ситуация это принятие то есть вы принимаете да это происходит да это происходит со мной да это уже реальность теперь какие выводы я могу из этого сделать и что я могу в этой ситуации предпринять вот это лучшая методика что расскажете про марихуану потребляю регулярно алкоголь в виде пива как антидепрессант что на два года употребления осознал что мне такой допинг уже мешает отупление вот и думаю заменить травой но если вы пока считаете что я не знаю что а что вы делаете на канале не йога я здесь не предлагаю как раз у меня был период когда я все употреблял но когда я не был знаком с инструментами сразу саморазвития когда с ними познакомился я увидел что там вот это все наркотики это такой примитив это ну как даже не знаю чем сравнить очень есть гораздо интереснее инструменты которые дают больше возможности а от наркотиков самое больше похмелье нежели возможностей я не видел чтобы наркотики хоть как-то давали какой-то хороший прогресс они могут действительно помочь там снять какое-то тяжелое состояние в каких-то случаях но на регулярной основе человек всегда проигрывает то есть если он не начинает искать ресурс в себе а пытается все время внешним источником в себе что-то восполнить он всегда проигрывает ну приведите мне пример когда было иначе я вот знаю огромное количество примеров когда как раз происходило именно так наши предки были великанами или может другой вид наши предки были разные это факт как и сейчас я довольно высокий мужчина метр девяносто два то есть большинство людей ниже меня я еще и в плечах крупный в общем я крупный мужчина у меня есть два друга 1202 2 208 и когда я рядом с ними нахожусь кажется что я в общем-то из другой расы а еще у меня была девушка которая была метр пятьдесят три ростом и вот представьте девушку метр пятьдесят три ростом и моего друга виталию который 208 это гигантский вольболист с рукой который вот там всю мою грудь до занимает то есть вот их вместе представьте то есть человек он ее там больше чем на путь больше чем на полметра выше и когда ты их сопоставляешь тебе кажется что да вот вот великан вот короче ну это возможно то есть вопрос именно в том что если у нас будет какую-то отдельное племя таких виталик и отдельное племя людей вот возрастом там метр шестьдесят то для людей метр шестьдесят будет казаться что-то великана для велик для людей кто 2 больше двух метров будет казаться что это племя карликов хотя когда вот так вот все перемешано в принципе ну есть какие-то плюс минус отклонения можете посмотреть есть фотографии высоких людей там в америке был дядька он стоит ему ford ford там пятидесятых годов он ему по колено то есть ну машина автомобилями виду вот поэтому они разные были поэтому и мы сейчас разные точно также из разных людей идет посмотрите на мы тут есть черные есть желтые белые много всего намешано есть здесь и генные эксперименты и скрещивание с обезьянами и всякие то есть я здесь все знаете меня я еще в детстве когда изучал математику нас познакомили с таким символом который называется бесконечность знаете такая перевернутая восьмерка так вот когда я о нем узнал у меня все встало на свои места я понял что раз существует бесконечность и бесконечность можно любому процессу к любой деятельности к любой мысли прибавить получается что существует во-первых вселенная бесконечно бесконечное количество миров бесконечное количество вариаций значит что в мире существует абсолютно все потому что любое действие И любая мысль, помноженная на бесконечность, это бесконечность возможностей. Поэтому я уверен, что было все, что угодно. Вопрос про вегетарианство. Нужно или нет переводить маленького ребенка? Почти два года на вегетарианство читала, что это нужно делать в позднем возрасте. У меня два ребенка. Одному два года, второму четыре. Они оба вегетарианцы, в жизни никогда ничего такого не ели, чувствуют себя прекрасно. Здоровые, активные. Одному даже недавно кровь сдавали на анализ, отличная кровь. Вопрос в балансе. На самом деле у ребенка все равно чище организм, он гораздо проще перейдет на вегетарианство. Ему будет лучше. Мясная пища, она тяжелая. Дети в большинстве своем не хотят есть мясо. Вы себя вспомните в детстве. Большинство детей не хотят есть мясо, потому что для организма это очень тяжело. Это очень трудная пища для переваривания, для усвоения, вообще эмоционально. То есть дети, они как раз за живое питание в основном. Это люди их пытаются... Смотрите, вот есть же специальные техники, как приучить ребенка к мясу. Вы понимаете, есть техники. То есть ребенок сам по себе его заставить есть, это еще то удовольствие. И наши причем, то есть они как бы бывают у дедушек, у бабушек, которые едят мясо, там яйца едят. Но у них не возникает. Причем даже мы, когда там вегетарианскую какую-то сосиску покупаем или еще, у меня Велик всегда такой, а там точно нет мяса? Или там какой-нибудь тофу делаешь? Он такой, это очень похоже на мясо, я-то не хочу есть. Хотя его никто никогда не отговаривал. То есть это пример должен быть родительский. И я вот на самом деле, как считаю, вот у меня не было выбора. Мои родители ели мясо и, в общем-то, сказали, что это в этом мире норма. И мне не дали никакой альтернативы, и меня так воспитывали. Я на правах родителей делаю то же самое для своих детей, в принципе. То есть они родились у меня. Почему бы им не быть вегетарианцами? И как я смотрю, в принципе, все нормально. Ну, я помню, как бы очень хотел старший как-то яйца. Ну, видит бабка детка и детка, хотелось им яиц. Я говорю, да окей, не проблема. Говорит, давайте только сначала мы посмотрим, что такое яйца. Мы с ним пошли открыли ютуб, и я ему показал, как курицы высиживают яйца, как эти цыплята получаются, как люди там всяко под фонариками, как они, ну, в домашних условиях из яиц, что получается. Вот он посмотрел на это, как бы сделал свои выводы. И, в общем, если он даже, ему уходится яйцо, то он, как бы, может еще попросить белок. То есть, ну, вот эту питательную среду, в котором развивается эмбрион, но желток он нет, желток не надо, потому что он понимает, что это, как бы, цыпленок сам. Да, и, как бы, он его есть не хочет. Поэтому, Юля, вы должны сначала разобраться с собой, что для вас вегетарианство. Потому что, вот, судя по вопросу, он для вас еще не до конца изведан. Потому что ведь ребенку два года, это значит, что ребенок с вами одно целое. Еще долгое время будет. И если у вас внутри будет бардак, то есть, вы будете считать, что вы, допустим, что вегетарианство это может навредить, что вегетарианство неправильно. То есть, это же ваши мысли. Они будут передаваться ребенку, ребенок будет болеть от этого. Не потому, что он ест или не ест мясо, а потому что вы так думаете. То есть, вот в таком возрасте все болезни ребенка – это психосоматика. Это лишь то, что отражает мама. Поэтому мама все-таки должна ответственно подходить к такому возрасту. То есть, она должна серьезно с собой работать, чтобы не отправлять в мир какого-то негатива, чтобы у нее внутри было спокойствие и бабочки летали. Если так у вас будет, у вас с ребенком будет все чудесно. Как только у вас появился спад энергетический, эмоциональный, все, дети сразу чувствуют, они заболевают. Для чего душа выбирает опыт рождения в теле с пороками развития, которые, по сути, не лечатся? Во-первых, вопрос по порокам и лечения – это вопрос относительный. То есть, что считать нормой? Это большой вопрос. Это раз. Во-вторых, что значит выбирает? Смотрите, вы в течение жизни делаете различные выборы. И каждый ваш выбор, он формирует ваше тонкое тело. Допустим, вы... Очень сильно переживайте. Это может привести к тому, что будут определенные проблемы с сердцем. И у вас будет здесь на уровне анахаты определенная темная зона, то есть на уровне энергии у вас будет проблема. И когда вы будете перерождаться, у вас тело исчезнет, а проблема останется. Вот это как раз пороки различные, если мы говорим про заболевания, то это как раз проблемы в энергетическом теле. То, что человек при жизни, то есть какие-то свои... Или человек, например, агрессивный, злой, да, человек злой. Это злой, как бы она будет даваться слабая печень, проблемы с желудком. То есть это опять... То есть все наши качества, они отражаются в тонком теле. И пока у нас есть физическое тело, мы можем этим физическим телом их держать в узде. А вот когда мы умираем, у нас остается только тонкое тело. И следующее тело формируется уже исходя из тонкого. И, соответственно, если у вас были проблемы на манипуре чакры, ну, у вас будут определенные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Так, раскаяние останавливает ли карму? В том плане, что человеку не придется получать дуальный опыт, так как ему удалось осознать свои ошибки при жизни. Нет, карму вообще нельзя ничем остановить. Смотрите, еще раз приведу свой любимый пример. Вот у вас возникла мысль, а что я иду по асфальту? Пойду-ка я вот туда в лес напрямик, и, может быть, там будет интереснее. Идете, идете, смотрите, что-то хлюпает под ногами. Думаешь, а ничего, скоро кончится, и в итоге заходишь в болото. И тут у тебя возникает просветление, осознание. Ты такой, о, я же в болоте, сейчас буду тут тонуть. Не очень позитивно. То есть это же осознание болота вокруг вас никуда не исчезнет, но это осознание вам поможет развернуться и пойти в другую сторону, где нет болота. Какое-то количество времени в этом болоте вы еще будете, но через некоторое время вы все оттуда уйдете, потому что полностью выйдете. То есть осознание, оно не нейтрализует карму, но оно дает возможность создать новую карму, где не будет тех страданий, которые есть сейчас. Проваженный путь, что-то сказать? Ну, проваженный путь рассказать, это, вот говорю, когда демоническое существо довольно сильное и мощное в этом мире что-то делает, как правило, есть большая игра, в котором он отыгрывает свою роль. Важенный путь, это вообще не путь ума. То есть о нем нет смысла говорить, я думаю. Это как раз когда человек полностью переходит на ощущение, на ощущение энергии, и он о всех событиях не судит, потому хорошее это или плохое событие, нужно это делать или нет. Он просто смотрит на энергию и понимает, что здесь нужно поступить так. Он видит, что здесь не хватает шестеренки, и он ей становится. Причем не оценивая, как бы, благое это событие или неблагое, то есть не думая такими категориями, а просто на ощущение. То есть такое, даже отчасти с двериной такой чутье энергии. Вот это важенный путь. Поэтому как его умом рассказать, что важенные мастера делают? Там одни скажут, а вот он там голый, как этот Дрюк Пак Юнле, как бы, там пошел к ламе, взял у него благословение в виде ленточки, повязал его на свой член, ходил по рынку и им размахивал. Что это? Важенный путь? Ну, в смысле, как бы, для Дрюк Пак Юнле это важенный путь. Но если вы так сделаете, для вас это будет глупость, а не важенный путь. То есть он это делал, потому что он понимал, что в том месте, в то время это очень важно. И важен этот пример, и важно выйти и прямо на член намотать. И поэтому, кстати, если вы приедете в Бутан, вы увидите в Бутане на домах рисуют члены... То есть, ну, член, это, как бы, один из символов Дрюк Пак Юнле. Член это еще символ Шивы. Короче, в Бутане дома разрисованы членами разными, красивыми, там, с бантиками, со всеми делами. И, как бы, это, то есть, если у нас на заборе написали слово, в мистрях букв, это считается, как бы, плохо. А там, как бы, вот все членами увешано. И это, как бы, ну, традиция, это очень хороший символ. Вообще, член же хороший символ. То есть, это же символ плодородия. То есть, вот, опять же, лингам Шивы, да, то есть, ну, член Шивы, и вот его поливают молоком, это, как бы, символ спермы. То есть, символ плодородия, что он извергает, и все может зародить новую жизнь. Причем, если вы посмотрите, как лингам сделан, то есть, это вот лингам, это член, а вот эта вот чаша, она в виде вагины сделана. То есть, как бы, это сразу и мужское, и женское начало. то есть все очень символично и поэтому в общем мастер это видит и он не воспринимает член как член как сейчас говоришь член и там многие как девочки первокрасницы хи-хи-хи дело-то ведь не в этом как бы а в том что это определенные инструменты им нужно уметь работать в том числе и в сенсуальном плане друг Пакин Ле очень любил юных дев особенно тем кто до 18 не в общем-то только с такими и спал в итоге все его девы прошли просветлению вы так можете об этом нет смысла говорить это нужно быть это ты либо таким являешься либо нет то есть этим нельзя стать ты либо ты начинаешь что чувствовать и все тогда вот так бы встаешь на этот путь если ты этого не чувствуешь что все бесполезно абсолютно да картинка у нас конечно красивая еще бы не дергалась была бы вообще сказка ну ладно я как как-нибудь я найду в чем причина я и устраню и все будет вообще великолепно будем делать супер эпичные стримы как-нибудь сделаем может быть вообще там дождь будет литься так как отличить сострадание от жалости опять же в самом слове сострадание это совместное переживание этого то есть как переживание совместно с человеком то есть понимание его более так и совместно с высшим то есть понимание сути почему так происходит почему происходит это страдание когда вот это понимание есть и есть сопереживание вот это есть сострадание вот оно такое комплексная штука а когда ты понимаешь причину ты можешь помочь уже это что-то исправить что-то поменять так я думаю сейчас отвечу на вопросы и будем завершать пока меня не съели как отказаться от сладкого для этого нужно понять зачем то есть вы не можете что от чего-то отказаться и просто туманом я хочу отказаться сладко зачем вы хотите казаться сладкого я вчера кстати опять же на стриме очень много про это говорил поймите то есть зачем если у вас будет мотивация адекватные вы сами это сделать вам не раз пошли будет зачем будет понимать зачем пока вы не знаете зачем вы хотите отказываться если вы не знаете как бы то есть зачем это сделать если вы знаете зачем то как вы понимаете что вот там допустим смотрите мне свое время ну нравились тусовки и развлечений так далее потом я встал на пути йоги я понял что ну тусовки и развлечений мне также нравились бы также нравилось там играть компьютер что-то еще Но я понимал, что это отнимает время и силы от чего-то более важного, от изучения йоги. И я якобы поэтому от этого отказался. Не потому что нужно отказаться от компьютерных игр, нужно отказаться от друзей. Не потому что нужно, а потому что я понял, что это на данном этапе мне мешает, мне не дает возможность максимально погрузиться туда, куда я хочу. То есть у вас должно быть понимание, зачем. Вы слышали о краеоне? Астральная сущность, выдумая американским контактером Ликкареллом. Нет, я это все не слышал. И в общем-то все эти контактеры... Ой, блин, какой же ты кровавый, за что ж ты меня так? Кто знает, напишите, чем кровь обработать, чтобы пиджак не испортился. А все эти теории душ и всего остального, я, знаете, я не эзотерик. Я практик. То есть я беру какую-то концепцию или беру какое-то там тоже писание, я проверяю это на своей личной практике. А с идеями или там каким-то веронями это не мое. Что вы знаете о венерических заболеваниях? Ну, только с точки зрения, что может знать медиками о венерических заболеваниях. Есть такие заболевания венерические, но это определенные проблемы с Фатхистаном, чакры в том числе. В чем вопрос-то? Вы хотите вылечиться от них или что? Аутизм легкой формы. Для чего дается человеку? Для чего такое ребенку дается в семье? То, что называется аутизмом, это термин врачей. Термин врачей о том, что они не могут объяснить. Они не могут понять, почему человек так мыслит, так смотрит на реальность. Они считают, что это не норма. Я не считаю, что аутизм это проблема. То есть аутизм это другой взгляд на реальность. И я слышал такую версию, что таким образом более совершенные души проходят. То есть когда для них этот мир проходной, допустим, наш, то аутизм, то есть такая определенная отстраненность, дает возможность меньше в него погружаться. И, соответственно, меньше будет вероятности, что человеку придется здесь задержаться. То есть он пройдет его и направится дальше заниматься своими делами. Кулич тот же символ, да. Но ведь в болоте чем больше двигаешься, тем быстрее тонешь. В смысле, если не двигаться, то тоже утонешь. Все равно будет куда-то двигаться. Но как минимум утонешь, переродишься, в следующей жизни выберешься. То есть всегда есть вариант. Даже если вас съели, есть как минимум два выхода. Животные могут быть бодхисаттвами. Бодхисаттв это термин. Но он такой же искусственный, как все остальное. Вот знаете как? Вот допустим, есть слово герой. Или подвиг. В бароне Минхгаузене хорошо было. Знаете, у меня есть любимый фильм Захарова, там как бы тот самый барон Минхгаузен. И там, когда зачитывают его план на день, там с утра совершаю подвиг. И он говорит, это же нездорово, как человек с утра совершает подвиг. И бургомистр говорит, ну я вот с утра, каждое утро встаю и иду в свой этот, в общем, себе на службу. Это тоже в какой-то степени подвиг. Ну то есть, это можно смотреть на все. То есть, кто такой бодхисаттва? Ну, это определение. Это человеческое определение от ума. Вот такой бодхисаттва. То же самое, как вот там подвиг, героизм. Для одного это героизм, для другого не героизм. Это все такое, это ума. Надо смотреть, что внутри у человека. То есть, бодхисаттвасть, она определяется не внешними проявлениями, а той работе, а той работе, которую человек внутри проделывает. Так, перекись. Перекись есть. Хорошо, попробуем. Спид, Вич, что это на самом деле? Вирусы, иммунодефицита. Как и коронавирусы. Это определенные программы. И спид – это программа, которая возникает у людей с огромным эгоизмом, у которых есть эта проблема. И вот как раз этот вирус помогает им перепрошить немножко сознание, перепрошить свою программу и, в общем-то, скорректировать свой путь эволюционного развития. У кого такой проблемы нет, те этим не болеют. Можно подробнее о взаимоотношениях дети, родители, взрослые дети. Теперь понятно, что много было вложено, неосознанно. Много переживаний по этому поводу. Давайте-ка мы попробуем еще эвкалипта. О, великий эвкалиптус! Ну, этих всех комаров, пока они не съели меня. Ну, там людей вот интересует, как развиваться. А как я им могу сказать, как развиваться, когда меня... Ой, тут доедает. А тогда крошки да ножки останутся одним. Я могу... Я не могу вам сказать там во всех видах взаимоотношений чего-то. Еще я могу сказать, как я отношусь к своим детям. Во-первых, я не отношусь к ним как к детям. То есть, я их рассматриваю, как вполне уже взрослые личности. Но это не значит, что я не могу с ними поиграть, пощекотать, с ними пообниматься. То есть, это никак не связанные вещи. То есть, ваше отношение и ваше поведение. То есть, опять же, не стоит в своей философии терять деятельность. Не стоит в своей деятельности терять свою философию. Поэтому я с ними могу играть как с детьми, играть в детские, скажем так, игры. Но я всегда это делаю по-взрослому. То есть, мы всегда все делаем по-настоящему. Если ребенок спрашивает про какие-то вопросы, задает про смерть или еще что-то, я ему всегда по-взрослому отвечаю. Ну, то есть, в тех терминах, которые он знает и которые ему понятны, я ему это всегда объясняю. То есть, я с ним никогда не разговариваю, что ты потом поймешь. Или, когда он, если какие-то интимные вопросы задает, мы всегда все открыто отвечаем. То есть, всегда есть диалог, всегда есть взаимодействие. И также, когда они переходят какие-то границы, я говорю, папа будет наказывать. Папа может и по заднице дать, папа может чего-то лишить. И я всегда объясняю, почему я делаю то или иное. Если, я говорю, понимаешь, что вот это поведение, оно как бы причиняет определенную проблему окружающим. То есть, если бы это было касалось только тебя, то не вопрос, как бы, делай что хочешь. Но ты как бы другим причиняешь проблему. И, соответственно, чтобы тебя немного граничить в твоем безумии, в общем, папа променяет различные способы. Но всегда, когда папа наказывает, он всегда любит. И я всегда это проговариваю, что папа любит. Но папа, он для этого и папа, чтобы создавать берега. Потому что у тебя пока нет возможности самому их себе создавать. Ты, если что-то видишь приятное, ты хочешь, чтобы максимум. Если ты видишь, что неприятное, ты хочешь от этого уйти. Хотя, возможно, на этот опыт тебе гораздо лучше поможет в жизни. На это какой-то неприятный, да, или что-то попробовать. Просто папа чуть дольше жил, как бы. И он с тобой пока делится и помогает тебе. Когда ты сможешь сам управлять своей энергией, когда ты сможешь сам это делать, то папа не будет в это вмешиваться. В принципе, даже когда не будешь, так как бы и сейчас они делают. У нас очень большая свобода у детей. Они носят, что хотят, как хотят. Они ходят, где хотят. То есть мы их ограничиваем только, когда они покушаются на нашу свободу. На наше время. То есть, как, я не могу с тобой заниматься целый день. То есть, у нас, допустим, мы... Они ходят периодически в Монте-Сори сад. Ну, там, да, на весь день, и на весь день. Там, для чего? То есть, когда говорят, я не хочу идти. Я говорю, окей, я говорю, ты можешь не ходить вообще. То есть, у нас нет такой потребности. Нам не нужно вас отвозить в садик. То есть, вы ходите почему? Там Лёва ходит, потому что он хочет. Он стоит, говорит, я хочу в садик, я хочу там играть, работать с материалами. Мне это интересно. То есть, он ездит, потому что это ему интересно. Верес, я говорю, ты ездишь, да, тебе иногда это неинтересно. Но ты ездишь, потому что ты сам не можешь научиться играть с собой. То есть, у папы есть дела днём, и он хочет их спокойно делать. И он не может, как бы, делать дела и тебе уделять много внимания. А тебе одному скучно, тебе одному проблематично. Как только ты научишься это делать сам, то есть, ты можешь сам играть, сам себе придумывать занятия. Не вопрос, скажешь, не хочу никуда ездить, не будешь никуда ездить. То есть, ты ездишь только потому, что ты сам не можешь управлять собой. Нужно, чтобы кто-то постоянно тебя был, тебя развлекал. У нас нет такой возможности, потому что у мамы и у папы есть свои собственные дела и своя жизнь в том числе. То есть, когда ты всё это ребёнку проговариваешь, всё это объясняешь, но не сказать, что он становится другим, но это создание существа, и ты не создаёшь ему иллюзию, ты с ним на равных. И он понимает причину и следствие, и, соответственно, делает какие-то выводы. Что могут знать одинаковые цифры на числах? Ну, есть такое мнение, что это, типа, когда человек в потоке. Маша пишет, в следующий раз бери ещё масло лаванды. Я, Маша, тебе звонил, звонил раз в пять или шесть, хотел тебя спросить, но вы чем-то были заняты. Я в интернете нашёл, что эвкалипт и ещё какой-то там базилик, по-моему, был. Но, в общем, как бы не сильно помогает. Хотя, не знаю, может быть, этого не было, меня бы вообще уже унесли. И тут у нас на Урале бывают такие комары, которые могут тебя схватить и утащить в лес, чтобы потом дома доесть. Мама больна Паркинсоном. Очень сильно поменялся характер. Где взять силы и терпение? А можно в йоге взять? Ведь, что такое силы и терпение? То есть, ну, это тяжело, да, для вас? Это же, как определённо, ваша внутренняя работа. То есть, вам не столько физически, сколько внутри тяжело. А йога с этими работают. То есть, практики, мантры, медитации. То есть, вот это всё, это хорошее подспорье. Для этого и есть, чтобы вы могли легче переносить какие-то трудности. Почему Вселенная озвучивает свои мысли через других людей? Это не почему так, а потому что вы так слышите. То есть, вы слышите через других людей. Кто-то слышит через книги, кто-то напрямую разговаривает с Богом. У всех по-разному. То есть, кому как эффективнее. То есть, для вас эффективнее, видимо, через других людей. Вот. Так, ну что, друзья, я, в общем-то, ответил на все ваши вопросы. У вас есть буквально ещё немножко времени, чтобы задать, и я отвечу. Я буду постепенно завершать. Кто практикует практику даяния, у вас есть все возможности, все реквизиты есть в описании. И мы, наконец-то, завели припал, вновь появился. Поэтому все люди за границей тоже могут присоединяются к этому чудесному процессу. Также присоединяюсь к нашему телеграм-каналу. У нас там душевно. Иногда бывает жарко. Иногда бывает так прям очень жарко. Но всё равно душевно. Как-то мы сохраняем всё ещё баланс там. Никто особо не переходит ни на личности, ни что. Не нравится наше сообщество. И, в принципе, вот те люди, которые здесь в телеграме, наверное, это... Это и есть костяк вот этого проекта Ни Йога. Кому интересно такое движение, скажем так, не по правилам, а именно познавать себя глубже, делиться этим с миром. То есть, наверное, так. Дежавю что такое? Дежавю это... Когда вы начинаете немножко чувствовать время. То есть, время всё происходит, но единовременно происходит и прошлое, и настоящее, и будущее. То есть, нету никаких прошлых, и настоящих будущих. И вот ваше какое-то такое мимолетное очищение вашего сознания, когда вы вдруг видите, то есть, событие какое-то, и вы понимаете, что оно уже тысячу раз было, и тысячу раз будет. То есть, вы наконец-то попадаете в это вот... Вы видите, как есть оно. Но так как у вас ещё зрение не чистое, поэтому это вот такое ощущение небольшое, мимолетное. А постепенно будет развиваться, и вы так всё будете воспринимать. Вот у меня, это с детства, то есть, это наработка прошлой жизни, там, моей души, там, живатма, чего-то ещё. У меня в жизни ничего не было в первый раз. То есть, всё, что у меня в жизни происходит, я просто беру и делаю. В этом мире мне всё знакомо. Любой процесс, всё, как бы, я просто начинаю делать. Даже, я работы сколько осваивал, я просто приходил иногда на работу первый день на новую специальность. Я вот так вот рекламщиком стал, я просто решил, хочу быть рекламщиком. Ну, всё, как бы, вывесил объявление, и пошёл, и вышел, и начал работать рекламщиком. В бытовых вопросах, там, готовка, я никогда не учился, но я просто беру и готовлю любые блюда. У меня нету никаких никогда стопов. Опять же, йога, я решил, что, да, вот, её пришло время йоги, открыл книжку и начал по ней сразу заниматься, и начал преподавать. Всё, то есть, в этом мире мне всё знакомо. И ощущение у меня тоже, когда я чего-то берусь, что-то беру, у меня нет ощущения, что этому нужно учиться. Я просто беру и делаю, у меня как бы это ощущение, оно всегда присутствует. То есть, это вот чуть более чистое видение. А потом постепенно практики йоги это добавляет, и ты уже начинаешь события смотреть, ты сразу разворачиваешься об этом, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, и одновременно. Что у нас тут растёт? Вот за моей спиной растёт яблоня. Там растёт малина. Там дальше растёт помидоры и ещё разные цветы. В общем, много всего. По-моему, мило мы пообщались. На природе хорошо. Вот ещё комары уйдут. Будет вообще замечательно. Надеюсь, как-нибудь ещё повторим такой эксперимент. До новых встреч. В общем, кого будет желание, вопросы, вы пишите в телеграм-канале. Возникает какая-то потребность, я включаю камеру, выхожу в эфир, и мы с вами общаемся. До новых встреч. Ом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok